В статьях хулиганства правоохранители проводят следственные действия, на время которых участникам событий на улице Новгородской в прошлую пятницу запрещено выезжать из города. ЧП произошло около половины второго дня. Александр Мищенко со своим товарищем приехали в центр города по своим делам. Так как места на парковке вдоль дороги не было, авто припарковали на стоянке возле банка. Но охранник учреждения сказал убрать машину, сославшись на то, что это служебная парковка. По словам Александра, после того, как он попросил охранника представиться и вызвать патрульную службу для выяснения обстоятельств, он начал угрожать пистолетом. После этого вытащил перцовый баллончик и направил его в лицо Мищенко. «Пока я был в шоковом состоянии от перцового спрея, он меня начал бить. Потом, когда я чуть-чуть отошёл, я его начал бить. Он видит, что я уже отошёл от шока, достал пистолет и опять направил на меня. Я в него пистолет забрал, поднял вверх. В это время держал его за этот самый. Он дёргает за шнурок, который присёванный к табуре. Рука опускается вместе с пистолетом. Происходит непроизвольный выстрел». Тогда охранник отказался комментировать инцидент. Но сотрудникам полиции он рассказал свою версию событий и подтвердил, что привёл пистолет в боевую готовность именно он. «За слова охранника действуют, что они начали ему угрожать и его бить. Охранник достал своё оружие табельное, привёл его в боевую готовность. Молодые люди начали забирать это оружие. И когда происходила вот эта перепалка, оружие было в руках как молодых людей, так и охранника. Прозвучал выстрел». Девятимиллиметровая пуля из пистолета Макарова попала в дверь, случайно проезжающий мимо машины. Водитель услышал хлопок и остановился. На заднем сидении сидел девятилетний ребёнок. Никто не пострадал. «Проезжаю по улице, смотрю по тусовку три мужика. И один из них охранник. Вес у крови и пытается забрать пистолет у одного из мужиков. Слышу хлопок, останавливаюсь, выхожу из машины. Смотрю, дырка, спознаю двери». У охранника медики квалифицировали ушибы средней тяжести. По словам Александра Мищенко, у его товарища сломан нос и гематома на голове. Однако он утверждает, друг в драке не участвовал. Удар наносил охранник после приезда службы госохраны. «Он находился рядом. В драку не встревал. Пошёл, даже посмотрел нанесённый ущерб машине, который причинил шальная пуля, то есть непроизвольный выстрел. Но он к нам не присоединялся и никак в драке не участвовал. То есть он просто пострадавший. Свидетель пострадавший. От этого же охранника после того, как уже положили на землю, и он его начал избивать». В райотделе у Мищенко и его товарища сняли отпечатки пальцев и взяли показания. На следующий день мужчину отпустили домой. Подозрений пока никому не предъявлено. «Мы открыли уголовное производство по факту события, которое произошло. И в рамках этого уголовного производства будет проводиться проверка, кто виноват. То ли это двое этих ребят, то ли это охранник». В банке инцидент не прокомментировали. При появлении съёмочной группы в финансовом учреждении просто закрыли дверь. Ксения Ручка, Алексей Жучков и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».